Дорогие мои, однажды, рассказывают Фаине Георгиевне Раневской, подошла женщина и спросила, извините, но мне ваше лицо очень знакомо, вы не артистка, и Раневская резко парировала, ничего подобного, я зубной техник. Но женщина не успокоилась, разговор продолжался, и речь зашла о возрасте. А сколько вам лет, поинтересовалась она? И тут Фаина Георгиевна гордо и возмущенно воскликнула, да об этом, милочка, знает вся страна. И вот как раз сейчас на сцену выйдет артист, которого тоже знает вся страна, знает и любит. А я, в свою очередь, очень горжусь тем, что премьеры всех его номеров за последние 27 лет состоялись у нас в Аншлаге. С новым номером! Делекий и могучий Владимир Винокур! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы бы из статуэток сделали километровый забор. И тут, блин, у нас на работе выходит приказ. В связи с повышением вот этого культурообслуживания, кто хоть одно слово матом скажет, штраф в тысячу рублей за каждое слово. Ну, вы понимаете, с такой работой, как у нас, за 30 секунд всю зарплату спускаешь, чертовая мать. Мужики как-то попритихли, в Жеке повисла такая вот грабовая тишина. Грустно. Поговорить, не о чем, смотрят все друг на друга, как глухонемые. И тут в Жек прибегает слесарь Михайлович. Ну, что вам сказать про Михайловича? Ну, к нам вот недавно приезжали из Академии наук, просили Михайловича помочь им составить, ну, вот этот словарь русского мата. Михайлович трое суток надиктовывал и ни разу не повторил. Не рад. Не рад. Когда Михайлович узнал про приказ, он очень расстроился. Он плакал. Ну, представьте, запретить Михайловичу ругаться матом, это все равно, что футболисту оторвать ноги и сказать, забивай. И вот Михайлович забегает и кричит. Друзья, какая ужасная неприятность, какое глубокое разочарование произошло в соседнем доме, какая страшная драма посидала его жильцов. Он говорит, что это ничего не понимает. У всех выражение лица такое, как будто бы Михайлович сказал «Бен жил, дем месье, лен гон фон, для патри». Ну, так я ему говорю, Михайлович, ты можешь более конкретно сказать, что за неприятность произошла в соседнем доме. Я чувствую, у Михайловича с губ вот-вот сорвется конкретика, но Михайлович не миллионер. И он сказал так «Прошу за мной, господа». Нет, слушайте, мы побежали на место, а там рабочие с соседнего ЖЭКа, ну, рыли траншею, ковшом зацепили эту трубу, фонтан кипятка 10 метров, просто вот, ну, жуть какая-то. Ну, у меня чуть не вырвалось. Какого вы... Ну, я собрал, я собрал всю волю в кулак и сказал «Курпа-фа, господа!» Ну, то есть, а наши мужики, наши мужики рядом стоят и кричат «Вау! Вау!» Но потрясены увидены. А Михайлович хотел выкрикнуть слово, которое было бы логично в данном случае, но вместо этого он сказал «Какая женщина со склонностью к плюрализму в отношении к противоположному полу это сделала?» «Где этот человек, возлюбивший ближнего своего нетрадиционным путем?» «Желай ему хороших интимных отношений до скончания века!» И я... Михайлович увидел водителя-экспиратора и сказал ему «Ах, ты особь женского пола, семейство собачьих! Какого... Чем ты руководствовал-то, когда совершал свой поступок?» А водитель, водитель стоит, виновата. Видно, у них тоже приказ прошел. Он так подбирал слова и сказал «Друзья, да я сам охарактеризовал бы вот это как нетипичное явление в нашей профессиональной деятельности». Михайлович говорит «Да идите вы, мой юный друг, по месту вашей постоянной прописки, где только берут таких людей с ориентацией Элтона Джонса». Я говорю... Бригадир, пардон. Каковы будут ваши дальнейшие распоряжения? А Михайлович, он любой предмет называл вот таким... одним известным словом. Ну, не важно, труба, втулка, там, гайший ключ, резиновая прокладка, все называлось обычным словом «Ерунда». «Ерунда, возьми ее». Мужики привыкли к приказам там Михайловича «Возьми эту ерунду, откачай эту ерунду из этой и перекрой эту ерунду вот той ерундой». А тут Михайлович говорит... «Коллеги, надо расшплинтовать контргайку, привести в движение шнековый механизм заслонки, блокируя подачу воды в поврежденный фрагмент системы горячего водоснабжения». И стоят, никогда не понимают. Я говорю, бригадир, вот то, что вы сказали, это где? Михайлович стоит, перед нами вот как вот, знаете, как вот Наполеон при Ватерлоу и не знает, что ответить. А фонтан, а фонтан вот из этой трубы бьет, кипяток пищет по улице, вверху вот эта высоковольтная линия электропередач, там замкнуло все, провода падают, все сверкает, еще чуть-чуть, и будет полный, коллаптим, и тут Михайлович не выдержал. Наплевал на приказ и как заорет «Яй!» Короче, Михайлович за минуту лишился зарплаты за 10 лет вперед. Но мы, бригадиры-то, поняли и за 5 минут все починили. Житель Михайлович ждал два приказа. Штраф на 800 тысяч рублей и премия на миллион. Потому что начальство, начальство понимает, как никто, что в нашей профессии без великого и могучего русского языка ничего не получится. Все! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Спасибо.